Приветище! Это ты, Гваджаек, и мы продолжаем. Ох, хорошо. Зелёненькое пошло. Продолжаем наше путешествие. Ведьма, живущая на болоте. Это просто классика. Не удивлюсь, если она кривая, касаясь костяной ногой и ещё с бородавкой на подбородке. Вот тогда точно классика будет. Гляди-ка, кажется, тут вечеринка намечается. Пойдём зайдём. Привет, ребята. Чё-то у вас тут как-то тухленько. Дьявол не проспонсировал вашу вечеринку, что ли? О, блюющая мышь. Отлично, хоть какое-то разнообразие. Ну, я даже не знаю. Для кого как, а для меня вечеринка вроде как удалась. Подразмял свои деревянные кости. Тебе ещё столькому предстоит научиться, салага. А не пошёл бы ты в дупло какому-нибудь дубу? До сих пор не понимаю, как меч может научить меня военной мудрости. Это же всего лишь меч. У него нет рук и навыков. Чё-то я заполтался. Надо посмотреть вокруг, нет ли тут черепков. Тут вот можно на крышу залезть. Я чувствую, да я уже вижу, там есть черепок. Черепки воронят. Свеча самое главное. Не уронить свечу и не сжечь это болото к чертям. Хотя так хочется. Смотри-ка, а чё там вдали какие-то баночки-скляночки сияют? Любопытненько. Похоже, нам именно туда. Может, там ведьма? Неужели мы добрались? Осталось только запрыгнуть куда-то наверх, сделать пару шагов и всё. Тыквенная моя голова. Черепок. Шикарно. Дюжина черепков. Просто отличная цифра. Попридержи коней, Джек. Чё придерживать? Во-первых, у меня нет коня. А во-вторых, у меня дюжина черепков. Если ты будешь орать, то твой черепок будет тринадцатым. А тринадцатая цифра, она счастливая. Особенно в пятницу. Ну вот и всё. А ты переживал. Гляди-ка, это не ведьма. Чёрт подери, чё ему ещё нужно от нас? А может быть, его жена просто свинтила? А это их логово? Джек, вот и ты, друг мой. Да-да, чего опять нужно? Дело следующее. Помнишь тот гриб, который ты нашёл для меня? Не пойми неправильно, он идеален. Просто его недостаточно. Десять, девять, восемь. Погоди секунду, о великий Джек. Мне лишь нужен ещё один гриб. Потом я проведу тебя к своей жене. Можешь даже снова оседлать моего коня. Что скажешь? Поможешь ли ты глупцу, пытающимся быть мужем, которого заслуживает любовь всей его жизни? Ладно. Но это последний раз. Иначе ты не жилец. Чё я за разводняк? Я вообще не понимаю. Ненавижу такую нечисть дьявольскую. Всегда же знал, что с демонами-призраками и нечистью нельзя договориться. Потому что я сам демон. А, в смысле? А как дальше-то? Я ж не святой, чтобы по воде бегать. Я ж сгорю, как в лаве. А, походу, вот сюда. Ну, а я ж не успею по сроку. Грибы сейчас исчезнут. Вот, посмотри. Я как чувствовал. Вот ещё есть грибок. А-а-а. Какие умные грибы хотели меня запутать. Я знал, что у грибов есть разум. Поэтому в следующий раз, когда я буду человеком, я сожру побольше грибов, чтобы они меня меньше бесили. Ох ты ж, ещё один граммофон золотой. Давай спляшем. Меня никто не перетанцует. Ну, наконец-то. Нашёлся грибок. Осталось только тыкву свернуть. Ну-с, грибочки. Что на этот раз будем исполнять? Сыграй ко мне. Ммм, Бетховен. В прошлый раз тоже был Бетховен. Видимо, грибы его обожают. Эээ, чё-то я заболтался и запутался. Давай-ка ещё разок. Ага, сейчас сыграем. Ох, ёшки-макарёшки. Сейчас семечки полетят из моего рта. Блюан, ну, блин, от таких круговоротов. Нельзя же так головой вертеть. Но зато исполнил. Ну, наконец-то. Осталось дело за малым. Забрать гриб, взять коня и доехать до... ведьмы. Он идеален. Прекрасно, Джек. Принеси его мне. Ага, очередной потрясающий гриб. Превосходно, Джек. Ладно, мы закончились собирательством заниматься. Да, конечно, конь твой. Можешь скакать на нём в самые далёкие дали. По твоей манере общения, смей предположить, что друзей у тебя нет. Ну, вот и славно. С грибами вроде бы как покончено. Поскакали. Адское пекло. Кто вырастил это дерево прямо посередине дороги? И снова финиш. И я финиширую первым и последним одновременно. Обожаю такие гонки. Вся слава и позор достаются мне. Ну, раз мы победили и проиграли, стоит бахнуть зелёной жижи и зайти на вечеринку в мою честь. Это пристань. Настоящий город призраков, Джек. Будь на чеху. Не мешай птицам не отдыхать. Видишь, я развлекаюсь. У меня вечеринка. Вечно ты всё портишь. Ух, эта лодка знала лучшие времена. Кто бы её не строил, он давно уже в могиле. И к чему ты это сказал? К тому, что здесь опасно или к тому, что ты постареешь и умрёшь в муках? А? Ничего себе. Ничего себе. Ты чувствуешь? Ты чувствуешь присутствие какого-то другого духа? Или, может быть, призрака? Вон, гляди, кто это стоит такой? Ладно, пойдём познакомимся поближе. Только сперва бахнем для смелости. Ну, здрасте, мордасти. Ты должна быть, Джек. Откуда ты знаешь моё имя, пародия на гондольера? Тут новость разлетается быстро. Мне уже заплатили за то, чтобы я доставил тебя к ведьме. Но чаевые всё равно приветствуются. Сначала летающие лошади, теперь лодочник-вымогатель. Жалуйся, сколько хочешь, но я единственный, кто может доставить тебя к ведьме. Хорошо, ладно. Отдых мне не повредит. Тихая и спокойная поездка на лодке. То, что нужно. Кто-то сказал, что поездка будет спокойной? Я тебе говорю, что она будет спокойной. А иначе чаевых ты не получишь, понял? Все на борт. Чудненько. Спокойненько плывём. Никого не трогаем. Отличная прогулка и перед их. Давно такого не было. Ну как, весело. Хорошо, сейчас будет ещё веселее. Эй, 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 успокуха, гондолер. Я не хочу веселья. Перепрыгивайте. Что? На кой чё? Долбанный гондольер. Ты чё удумал, гондольер? Я ж тебя зарежу. Перепрыгивайте. Ну всё, ты сам напросился. Сегодня без чаевых, понял? У нас гости по правому борту. Тыквенный потроха. Если я узнаю, что это ты подстроил, гондольер чёртов, я затолкаю твою палку в твою промежность, если она у тебя есть. Фух, вроде... Держись крепче. Саночки-катаночки, да что ж такое... Это... Не, это стопроцентное попадание без чаевых. Держись крепче. Я, конечно, ожидал от тебя любого подвоха, но чтобы я сдохнул два раза, это непростительно для тебя. Так что говорю тебе прямо, чаевых не жди. Перепрыгивайте. Какого Лешего я сюда припрыгнул, если мы сейчас врежемся? Это волшебная лодка. Чего ты ожидал? А, то есть мне ещё и ножками побегать придётся, да? Шикарно я отдохнул на лодочке. Прям провожу время с удовольствием. Ну чё? Чего мне ещё ожидать от тебя, гондольер? А, смотри-ка. Арбалетчики. Ну, конечно же. Как же без них? Без нечисти нелепой. Ну чё, может, перерывчик, а? У нас гости по правому борту. Перепрыгивайте. Дабл-подстава? Вот это да. Гондольер, а ты меня удивляешь ещё. Я в предвкушении, что будет дальше. Я же, по-моему, говорил, что ненавижу призраков. На месте дьявола я бы сделал из них чипсы и просто пожрал бы их на обед. О, арбалетчик. А из тебя бы я сделал хот-дог. Мы скоро увидимся. А, ну конечно, конечно. Время небольшого спринта. Гондольер, я уже почти закончил. Не заставляй меня ждать. Я всё-таки твой клиент. Давай шустрей, греби своей палкой. Ну ладно, ладно. Почти без опозданий. Молодец. Но чаевых всё равно тебе не достанется. Вроде бы как мы уже приплыли. Я надеюсь, что концовка будет без приключений. Хоть дух переведу. Гори в аду, гондольер. Мы на месте. Чаевых не будет, я так понимаю. Мда. Я думал, ты обычный злодей, а не полный придурок. Катись к ляшему, гондольер. Радуйся, что я тебя не замочил. И ты можешь продолжать гребсти своей палкой. И всё это ради какой-то ведьмы? Надеюсь, её информация стоит всего этого труда. Я на это очень надеюсь. Ух ты, смотри. Наша сова. Хммм. В чём дело, птица? Этот лес. Не могу сказать наверняка, но тут что-то не так. Я чувствую магию ведьмы. Она близко. Смотри под ноги, Джек. Что-то мне подсказывает, что этот лес стоит в себе множество опасностей. Будь осторожен. Один неверный шаг может стоить тебе жизни. Вместо того, чтобы клювом трещать, лучше бы на разведку местности слетал. Я не могу по сюжетным причинам. Не думай об этом, продолжай идти. Мне бы хотелось тебе помочь, но в этот раз ты сам по себе. Ох уж эта сова. Вороны то больше делают, чем ты. Давай будем оставлять хлебные крошки, чтобы не заблудиться. Только ты на эти хлебные крошки не наступай, а то станешь нахлебником. Отличная идея, единственное, у меня хлеба нет. Но, кажется, я понял, как нам быть. Тут твои друзья вороны есть. Может, они нам помогут? Я понял, что воронам доверять нельзя. Ну, кроме тебя, конечно же, мой вороненок. Ладно, значит, по следам воронов мы не пойдем. Хотя, с другой стороны, смотри, тут ворон, там ворон. И вроде бы как они остерегают нас от опасности, и это хорошо. Может, зря я на них ругаюсь. У кого-нибудь есть карта? Ха, размечтался. Карту он захотел. Так, походу нам сюда. Через ловушечки лучше пройдем. Тут вороны. А тут вроде бы чисто. Ну, относительно чисто. Если все сделать правильно, то будем жить. Ну, смотри, вроде бы наш план действует. Не знаю, куда это нас приведет, но, надеюсь, мы не заблудимся. Может, мне спросить у кого-нибудь дорогу? Ну, как бы смотри, сколько тут твоих друзей. Спроси у них. Хотя, может быть, если ты спросишь, они тебя заклюют. Так что, решай сам, жить тебе или нет. Здесь ворон, там ворон. С красными глазами. Не пойду туда, опасно. Вот такая вот поговорочка получилась. Хм, это сложнее, чем казалось. Ещё бы. У меня вообще складывается такое впечатление, как будто мы ходим кругами с тобой. А эти вороны, они просто смеются над нами. Ох ты, смотри, фонарь. А он и наш чудаковатый дружок. А я-то уж думал, заблудился, но привет. Уже близко, Джек. Ей не терпится познакомиться с тобой. Это всё? Проводил бы меня хотя бы до неё. Эх, жалко тебя нельзя упить. Так хочется, аж руки чешутся. У меня мурашки от него. Не сыпь, птица. Прорвёмся. Где нас не пропадало. Со всякими общались. Тебе ещё столькому предстоит научиться, салага. Ты опять за старая меч. Смотри у меня. Выкину тебя в какое-нибудь болото, будешь там ржаветь вечность. Ух ты. Тут вороны, а тут грибы. В кой-то веки мне радостно видеть грибы. Хотя я и говорил, что зажру их как можно больше, когда буду живым. Ведьма, 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 ведьма. Ну где же ты у нас? Приди же к тыке. Ух ты. А ты кто у нас? Наездник что ли? О-о-о. Джек, Джек. Великий Джек вернулся. Я твоя поклонница. Ух, что со мной. Я вот-вот потеряю сознание. Наконец-то. Хоть кто-то оценил мое нажитое непосильным трудом наследие. Говорят, ты знаешь о том, кого я пытаюсь найти. Ты, ты о волшебнике. Защитники человечества. Конечно. Слухи быстро разлетаются, знаешь ли. Да, я в курсе. Что ты о нем знаешь? М-м-м. Ты желаешь узнать его имя? Его имя? Да. Скажи. М-хе-хе-хе. Что угодно для моего кумира. Слушай внимательно. Волшебника зовут Хвать. 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 Хвать? Это как? Хвать? Хвать? Что это за имя такое? Хвать? Не-не-не-не-не-не-не. Ты неправильно произносишь. Нужно говорить. Хвать. Хвать. Ах, что ты, черт возьми, творишь? Прости, что обманула тебя, Джек. Но я, в конце концов, этому научилась от тебя. Мои собственные уловки против меня. Молодец, Гарпиа. Вообще-то я тоже молодец, Джек. Тихо, милый. Не перетягивай одеяло на себя. Живо отпусти меня. Боюсь, что я не могу, Джек. Я задумал кое-что волшебное. Именно ты последний нужный мне ингредиент. Нам нужно идти, дорогая, пока не опоздали. Верно. Едем-едем. Это ужасно. И что нам теперь делать? Мы вернем Джека, пока они его репу не выпотрошили. Она и так преимущественно пустая. Но-но-но как? Знаешь, как Джек запрыгивает и выпрыгивает из своего тела? М-м-м-да-да, вроде бы знаю. Что же? Запрыгивай. О-о-о, кажется, меня сейчас вырвет. Выдвигаемся выше голову. Ха-ха-ха-ха-ха, тадам. Эта тыква идеально последний необходимый ингредиент. Я уже иду, Джек. Я уже иду, Джек.